Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши ученики, уважаемые наши зрители. Добро пожаловать в рубрике «Вопросы Довлатова». Сдавайте актуальные вопросы, с радостью готовы ответить. После каждой рубрики всегда старайтесь составить план действий, чтобы хотя бы из каждой рубрики несколько советов, которые получаете, могли практиковать, могли использовать, чтобы они принесли вам пользу. Здравствуйте, Адмир Раджабович. Я занимаюсь продажей запчастей на грузовую и строить технику, то есть спецтехника строить. Во время моей болезни 2-3 года я не работал. Образовалась крупная конкуренция. Я остался один. Когда-то я был номер один в этой системе. С чего начать? Остановившийся бизнес. С чего начать остановившийся бизнес? Есть возможность продавать в розницу и причислениями госпредприятиям. Заранее благодарю за ответ. С уважением к вам, Икром Джон. Если появляются вопросы, рад буду ответить с нетерпением. Жду вашего совета и ответа. Икром Джон. Икром Хон. Смотрите, я понял вас, что вы грузовые запчастей и для спецтехника вы продавали запчасти. Я это понял. Смотрите, конечно, если 2-3 года вы на работали, видите, святое место пусто не бывает, говорят там, да. Всегда рынок никогда не ждет. Запомните мои слова. Рынок никогда не ждет. Например, люди ищут, если у вас его нет, они ищут его у другого, и найдут. И кто-то дает им предложение, они туда и двигаются. Если вы 2-3 года назад были номер один, это не означает, что в будущем вы останетесь номер один. Вот такое правило жизни. Никогда. Это факт, что номер один вы не останетесь никогда. Потому что появится кто-то еще, кто-то еще, кто-то еще и так далее. Это такой закон, постоянно кто-то новый, новый, новый появляется. Поэтому я рекомендую вам первое, что делать. Теперь вы уже не номер один. Когда вы номер один, это обороняющая стратегия. Когда вы не номер один, тогда вам надо использовать фланговые атаки. А что такое фланговая атака? Вам надо сейчас посмотреть на рынке, какой продукт, более-менее дефицит, или какой продукт, можно сказать, для узкого сегмента. То есть он необходим. Теперь вы раньше, если широким ассортиментом занимались, широкая дифференциация ассортимента, сейчас вы выберете несколько ассортиментов, 3-4-5 продукт, или там какие-то конкретные, какой-то узкий сегмент берите, и на него работаете. Но на него делите все самое лучшее, на него делите самое хорошее и так далее. На одну категорию клиента поработаете. Таким образом, вы заново зайдете на рынок. Видите все этого рынка. Вообще рынок запчаст, рынок стройматериал и так далее, рынок продуктов питания. В этих рынках, видите, очень просто, легко. А вот обратно зайти нелегко. Поверьте моим словам, обратно зайти нелегко. Я это знаю. Но если вы сейчас используете именно узкий сегмент, какой-то конкретными продуктами, которые, видите, что эти соседи, которые конкуренты, которые у вас гиганты, есть много жестового у них ассортимент, но все равно у них есть что-то слабое место, во что они менее слабые в каком-то продукте. Если они широкую аудиторию обслуживают, а вы узкую аудиторию обслуживаете, вы берите какой-то там один, два, три продукта или четыре продукта, фокус на него держите. Тогда вы победите. Тогда вы точно победите, и у вас появится свой рынок, свой клиент. Но, может быть, не сразу, но надо продолжать. Не останавливаясь, надо продолжать. Уважаемый Санур Адовлатов, как вы говорили, базар-вокзал, у нас есть такого типа магазин одежды. Берем в долг товары, купить за наличные денег не хватает. Брать или не брать в долг товар? Заранее спасибо. Если будете брать в долг товар от поставщиков, с одной стороны, хорошо, что вы пользуетесь деньгами поставщика, но с другой стороны, вы вечно находите в долгах, вы никогда не подниметесь. С другой стороны, вот это. И третья проблема у вас, постоянно будут накапливаться остатки. Когда человек долг берет, он берет больше, чем надо. Я скажу вам, вот что делать. Берите, один раз еще берите, но сами ходовые товары, которые вам нужны. Берите на планах, чтобы на месяц вам хватало товар. И фиксируйте эту сумму. Фиксируйте эту сумму с поставщиками. Продавайте этот товар, который вы брали. И потом попробуйте на этот тенге заново наличными покупать. И каждый раз с поставщиками по графику, по чуть-чуть, по чуть-чуть оплачиваете. То есть так, вы еще раз, один раз берете, скажем, что на энне сумма, у вас уже определенная сумма долга есть. Вы его все фиксируете. И в дальнейшем продавайте, и приходите, берите только наличными. Наличными. Берите чуть-чуть, немного берите, но наличными берите. Берите товары, которые за 2-3 дня продаете, или за 5-7 дней. Я консультировал женщину в городе Сочи. Мы привели к такой модели, разработали, которая от 3 до 7 дней продается товар. Товар не должно стоять у них больше 3-7 дней. То есть нужно фокусироваться на оборачиваемости, а не на то, чтобы у вас было много товар в магазине. Когда мы начали так делать, небольшими суммами деньгами, зато очень быстро она оборачивается. И тогда много денег не надо вам тогда для бизнеса. Небольшими деньгами, зато больше выделяете доход, больше зарабатываете. Поэтому вам надо научиться фокусироваться на самые ходовые модели, самые ходовые товары, самые лучшие продавцов, чтобы товар у вас от 3 до 7 дней больше не стоял в магазине. Чтобы вы могли его легко и просто быстро продавать. Вот тогда вы победите. Я уверен, что тогда вы победите, и у вас все будет хорошо. И теперь вы зарабатывая, постоянно дальнейшем наличным покупая, по чуть-чуть, по чуть-чуть закрываете поставщиков. То есть каждый раз, когда товар, например, покупайте на 5 тысяч долларов, если товар покупать, тысячи долларов закрывайте старый долг. Таким образом вы быстро избавьтесь от долгов. Избавьтесь от долгов, работайте на благо себе. Долги, они тащат вас назад. Постарайтесь зарабатывать, избавьтесь от долгов. Если вы не делите это, у вас будут еще больше долги. Самый главный способ избавиться от долгов, самый главный, переставь брать новые долги. Это самое главное. Меня зовут Самад, у меня 19 лет, я почти год работаю на сухофрукты. Я хочу в августе приезжать на урок, а не знаю, на какой урок и надо подойти. Я почти 7 месяцев смотрю ролики и читаю книгу бизнеса в сетевом маркетинге. Я тоже хочу заниматься бизнесом с партнером. Если вы собираетесь приехать на моих тренингах, вы хотите открывать бизнес, идите на мой мини-мастер-класс, который пятидневные будут, в тех городах, которые ближайшие к вам. И езжайте туда. И еще, Аллах, вы там научитесь очень многие инструменты, очень много знаний, которые формируют ваши финансовые интеллекты, формируют фундамент бизнес-мышления для вас. Когда у вас появится бизнес-мышления, остальное становится для вас доступным. Поэтому начните именно с тренинг мини-мастер-класса. Да, даже если все сразу не поймете, ничего страшного, просто продолжайте. Просто продолжайте несколько раз послушать. И рано или поздно научите. Как средняя школа всех научила писать, читать? Кому-то один раз показал, кому-то два раз, кому-то пять раз. В конце концов, люди научились писать, читать. Правильно? И вы научитесь. Следующий вопрос. Как мне начать бизнес? Кто-то задает вопрос, как мне начать бизнес? Если вы хотите начинать бизнес, всегда в чем-то вы должны быть профессионалом, или вы должны хорошо знать потребности людей. Вы должны очень хорошо знать, в чем нуждаются люди. Когда вы понимаете, люди в чем нуждаются, и тогда вы можете обеспечить им то, что они нуждаются. Если вы можете, вам удастся обеспечить людям то, что они нуждаются, тогда вы однозначно разбогатеете. Еще вы однозначно разбогатеете. Расскажите, пожалуйста, о криптовалютах. Стоит ли работать с криптовалютами на мировой бирже, и что меня больше должно интересовать? Я о криптовалюте не знаю. Спросите тех, кто в них успешный, кто в них зарабатывает. Я о криптовалюте не заработал, и я не могу вам ничего советовать. Поэтому я сейчас только-только собираюсь учиться это все. Поэтому спрашивайте тех, кто успешен в этом. Здравствуйте, наставник. Большое вам спасибо за такие чудесные книги. Есть одно. Но в книге и деньги вы написали о том, что надо накопить деньги и отдать в банк и получить от него ежемесячный доход. Это же процент. Или я не понял. Я вас уважаю. Каждый день слышу ваши аудиоуроки. Спасибо, брат мой. Да, мы мусульмане, нам проценты нельзя. Это рыба. Это харам. Нельзя давать под процент деньги. Потому что, если у вас денег есть, вы даете под процент, значит, вы не нуждаетесь, чтобы сказать, что это для вас было бы дозволено. Вы же не нуждаетесь. Поэтому под процент деньги давать, это харам. Нельзя вам давать под процент. Но мои книги читают не только мусульмане, читают все. Много люди читают. Поэтому книга написана с такой целью, чтобы массово людей поддерживать на самом деле а вы делаете так если вы мусульманин вы накопите деньги держите деньги банковские ячейки банковские ячейки вам проценты давали надо не будьте брать просто вы будете хранить свои деньги там или деньги дайте банку но их не процента заваление пишите откажитесь что эти проценты мне не нужны отказываться от них это нормально это второй вариант или третий вариант вы можете брать эти проценты но на себя не использовать эти проценты давать нуждающимся полно то есть на получается когда вы отказываете от проценты это пойдет в пользу банка банки и так так богате а лучше эти проценты берите отдайте нуждающимся полно бедных людей которые нуждаются их очень много тогда вам не греха не будет и в совоба не будет у вас не будут для вас не греха и не совоба ничего такого не будет поэтому вы просто берите эти проценты отдайте нуждающимся люди пусть это будет не в пользу банка а в пользу нуждающихся людей посылом алеку наставник я потеряла больше большие деньги и потому что доверилась мало знакомому человеку и она меня обманула я в депрессии что мне делать знаю сама в новата в том что меня обманули слишком доверчивая бывает такое бывает такое это вы так думать что они вас обманули на самом деле нас никто не обманывает это наши ошибки научитесь привести на научитесь не привести стрелька на других людей просто вы приняли решение возможно это вам понравилось возможно мы хотели зарабатывать если вы если вам не было бы выгодными это не делали бы возможно вы у вас была план другой но мне потом не получилось но бывать жизни что потом не получается бывает поэтому не надо отчаиваться надо расстраиваться вам так сильно постарайтесь сейчас фокусировать на том чтобы увеличить свой доход и вернуть эти деньги если и вдовы долг брали а если вы свои деньги ладно теперь принимайте это как как урок принимайте как урок я патриал миллионе несколько раз и сотни тысяч долларов очень много раз 67 проектов у меня с опыта где-то я заработал где-то потерял но большинство из них я потерял большинство из них я потерял но сейчас дальний момент зато 27 из них работа 24 из них работа дальний момент и алхамдуллах развивается но и не делать и не научишься что-то из этих 67 проектов я продал что-то пришлось закрывать а что-то пришлось отказаться где-то я реально потерял миллионе миллионе потерял но это всегда так вы не научитесь стать успешным если вы не готовы по три от вашу рост будут столько столько вы готовы потерять но не бойтесь милости аллаха не заканчивается милости божья она бесконечно просто продолжать работать теперь если это были если брали куда-то вложили потеряли тогда вам надо фокусировать лучше на доход зарабатывать верну так будут для вас намного выдали лучше сейчас переживать это не стоит переживать этот или какой если будьте переживать деньги не появятся если ситуацию невозможно изменить не стоит переживать если 15 прошедшая от вас мало чего зависит не стоит проживать не стоит но если ситуация у него есть решение тем более не стоит проживать здорово на до берега у меня должен 35 миллион деньги как бы я не работала зарабатывала я не могу закрыть свой долг в долгах уже три года нужно закрывать я инвалид группе мат четыре детей но несмотря на инвалидность я работаю с утра до вечера и вечером на световом деньги вроде зарабатывают но долг стоит сейчас на статусе директора в световом у меня стоит выбор открыть свой эко-бутик или не рисковать до этого мне торговать не получилось и оказались в долгах сша в данном случае что мне делать я понимаю что пока дом закрою у меня будет черная полоса в жизни если вы работает часто в маркетинге или еще чем-то занимаетесь я так понял что вы по вечерам занимается твой маркетинг заниматься по вечерам с твой маркетинг днем делать эту работу которую вы делаете так далее по чуть-чуть почучу начните отдавать ход немного начните отдавать когда вы начнете хоть по чуть-чуть отдава намерение у вас будут правдиве правильно хоть 50 долларов ход 100 доллар или увидеть что аллах открыт ван пути и вас пред вами открывается пути и вы начнет развиваться и постепенно postman с помощью аллаха вы развивает расширяйтесь вы можете отдавать вы можете вернуть этим людям деньги только нужно вам время просто вам надо начинать это делать вам надо начинать это делать с помощью allah вы справитесь нужно просто поэтапно время постепенно постепенно вот долги это такой вещь который если вы пристанете брать быстрее закройте их а то что вы говорите что открывать магазин и так далее если в этом у вас из опыта если у вас есть знание в этом только тогда открывайте а просто так открыт магазин не стоит потому что у вас не хватает знаний скорее всего в эти деньги брали вы думали что какой-то бизнес делаю поэтому вы попали в долгах я если я правильно понимаю а то что вы пишите что это 30 миллионов это немного не переживайте почему это немного потому что я ведь консультура людей которые намного хуже положили чем ваш так что не переживайте все будут нормально вы отдадите все эти долги и так далее найдите мою книгу долги тайна глазах составьте с таблица составьте вот эту всю модель долги тайна глазах там есть селлер стратегия распишите все детально чтобы это инструмент вы могли использовать мне очень хочется закрыть ипотеку и долг и долги я хочу учиться у вас наставник покажите мне правильный путь правильно очень хорошо если вы не знаете не видите путь выхода найдите и записывайтесь на мою часовую консультацию как будто как-нибудь если столько вы долги занимали если денег не на консультации займите еще чуть-чуть и платите за консультацию садитесь чтобы я досконально могу разработать вам что надо делать потому что когда я сифры не вижу когда не вижу причине появления долги когда многие показатели мне нужны чтобы я мог вам показ сразу расписать для вас именно план для вас стратегию именно для вас чтобы вы могли полностью закрывать и выбраться из долгов поэтому вот такое хорошо а пока могу рекомендовать только прочитать мою книгу долги тайна глазах или видео урок пробрести по него и делать то то что надо вы в своей книге предлагайте копить деньги в доллар можете копить в другой валюте книги я написал до двух тысячи восьми девяти годах тогда доллар были устойчивы и за все эти годы видите доллар устойчиво растет и растет растет если так посмотрим с 92 3 года как появился у нас на рынке он каждый год растет растет не уменьшается поэтому я рекомендовал в долларах потому что это международная валюта самая была твердая международная валюта который я имею ввиду везде куда бы не пойдешь можно было использовать поэтому вы можете накопить в любой другой валюте который вы предпочитаете но главное чтобы сохранить и накопить и деньги это самое главное добрый день садмурат раджабович прочитала вашу книгу стат багати может каждый очень интересная полезная книга многому учили направлять но стесняюсь спросить где у нас есть такие банки которые предлагают вклад под 8 процент годовых вы же пишите про формула откладывая некоторую сумму в банк под 8 процентов были местным валютами скорее всего до сих пор есть в долларах может быть уже нет местной валюте уже все равно есть местной валюте поэтому ищите найдете местной валюте есть 8 процент 12 процент были местной валюты сейчас конечно уменьшим поищите найдете желал а если этого это приведено как виде пример это приведено как виде пример чтобы у человека финансовый интеллект формировался чтобы он понимал как деньги могут расти как деньги могут работать а на самом деле на самом деле я бы рекомендовал чтобы накопите деньги постепенно делать свой бизнес собственный бизнес это единственный выход собственный бизнес это хороший способ стать богатыми но наканья конечно не все люди дано быть бизнесменом кто тоже должен быть врачом кто-то учитель кто-то кем-то это тоже дар это тоже аллахом дано способность то что также как кому-то дано голос перед кому-то не дано без хорошим бизнесменам это тоже так но если вы хотите этого вы можете все равно по чуть-чуть по чуть-чуть развивать это способность человек могу научиться всему что захочет это правда и способность от кем кем он захочет а саламу алейкум мастер у меня возник вопрос на надеюсь вы ответили на мой вопрос я 20 летний студент учусь заочно в славянском университете в душамбе проработал один год и 7 месяцев в дистрибьюторских компаниях душамбе и получили высокую зарплату но меня не устраивало у меня была зарплата от 5 до 7000 сложно было построить капитал и затраты были очень большие хочу поехать в москву и продолжить там свою работу потому что мои родители дяди и родственники работают в москве они ремонтируют квартире и получат хорошие деньги хочу чтобы я тоже работал немного москвы и потом здесь начать бизнес чтоб из посоветуете хорошо с ног можешь делать можешь если ты видишь что это тебе поможет накопить капитал можешь делать но не навсегда иначе вот там как твои дяди и родственники может быть твои два не раз на них 10 лет этим занимается наверно или 20 лет всю жизнь этим заниматься не надо если ты пойдешь там чтобы от стартовый капитал зарабатывать тогда другое дело зарабатывать стартовый капитал и открывать свой бизнес если ты был торговым агентами у тебя получилось от 5 до 7 тысяч и тебе всего лишь 20 лет ты молодец у тебя с хороший талант стал бизнесменом так что продолжать продолжаю продажу навык и продажи развивать у тебя она получается дорогие друзья ставьте лайк ставьте рекомендуйте своим знакомым друзьям нашу рубрику поддерживайте нас мы благодарим вас комментариях пишите что вы поняли что вы взяли для себе самые цены из этого рубрика я желаю вам успеха к вашему к вашим услугам бизнес наставник с востока